Добрый день! Сегодня в нашем выпуске вы, как всегда, узнаете о важнейших событиях в мире. Нисходящее движение курса единой европейской валюты продолжает достигать новых минимальных значений. Так, в течение торговой сессии в пятницу котировка по паре EURUSD опустилась к значениям, наблюдаемым последний раз два года назад. За 1 евро трейдеры давали 1 доллар 21 цент США. Несмотря на одобрение предоставления финансовой помощи проблемным банкам Испании, инвесторы предпочитают вкладываться в более надежные активы. К тому же участникам рынка стало известно об обращении представителей властей Валенсии за правительственной помощью, так как испанский регион оказался не в состоянии обслужить свой бюджетный долг. Финансовый рынок долговых бумаг также отреагировал негативно на новость. Доходность по 10-летним государственным облигациям Испании все-таки преодолела отметку в 7%, ознаменовав тем самым тяжелые времена для страны и без того страдающие от экономических и социальных проблем. А между тем в Греции некоторые представители правящей партии призывают греческое правительство частично ввести в обращение Драхму. В противовес Европейский центральный банк спешит заверить общественность, что не допустит распада еврозоны. По словам главы ЕЦБ Марио Драги, лидеры стран ЕС уже предприняли массу усилий по укреплению и сохранению валютного блока.